Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шире создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы опять должны говорить о национальной идее, как интегрирующем начале нации. И когда мы говорим про национальную идею, как интегрирующую начало нации, можно потом слайды видеть? То мы должны иметь в виду, что мы говорим про историко-культурный феномен. В этом отношении мы говорим, что этнос – это культурно-бытовая общность. И когда мы говорим национальность, то мы имеем в виду этническое происхождение прежде всего. Также мы должны различать понятие нации от понятия национальности. Почему? Потому что нация, как это принято во всем мире, отличает не этническое происхождение, а территориальное, общегражданскую обществу. И в этом отношении этнос – это всегда такое динамическое явление. Поэтому сколько споров будет вокруг него. Этнос – это не статическое явление. Этнос – это динамическое явление, поэтому существует и на уровне национальности, то есть этнического происхождения, и на уровне нации, то есть общегражданской, территориальной общественности. Но так или иначе, о ком вы это сегодня говорили, на уровне национальности или на уровне нации, мы должны иметь в виду, что в основе их лежит общество, как общечеловеческая ценность, у общества нет границ, у общения нет границ, и это очень важная ценность, мы про нее забываем, и в этом отношении это то, что лежит в основе любого этого, что национальности, что нации, и в этом вопросе, на какой основе формируется наше общество, наша общность, что мы можем восторговать в нашем общении, это и есть национальная идея, поэтому я говорю, что познание национальной идеи возможно. Говорить о формировании, наверное, совсем корректно, потому что в этом смысле национальная идея это объективная данность, мы можем не знать, можем не знать, но вряд ли будет восточное сформировать или создать, придумать, потому что это то, что лежит в основании, это то, что управляет нами, а не мы, управляем ею, да? И важнейший вопрос, два элемента национальной идеи, которые лежат в основе любого общества, любого народа, это кто мы есть, в чем наш характер, в чем наше национальное свойство, такое, которое действительно нас характеризует как уникальное явление, да? И естественный вопрос, в чем наша миссия, то есть куда мы идем? Почему? Потому что любой характер, как и любое явление, имеет свое назначение. Если мы перейдем к следующему слайду, который называется «Государственная идеология и это инструмент управления обществом», то я напомню о том, что мы часто путаем национальные идеи с государственной идеологией. Это разные вещи. Государственная идеология – это один из инструментов управления обществом. В то время, как я уже говорил, национальные идеи как раз таки сама есть, само есть субъект управления обществом, да? Не инструмент управления обществом. И в этом смысле государства целые и даже общественности социальные, да? Могут не осознавать связь своей культуры с историей и природой. В этом отношении национальные идеи, может быть, не реализованы, может быть, не развиты и искажены. И мы тогда имеем дело с чем? С исчезновением духа народа. То есть с превращением, казалось бы, с тем же самым именем, но в другой народ. И таких примеров истории немало. К примеру, древние греки, ну, совсем не являются, да, как бы я говорю, сегодняшним и современным. Наоборот, современные греки, ну, от них очень мало что осталось от того суперэтнос, о помните, эллинского, да? То есть сейчас древние греки и современные греки совсем не похожи. И француз с англичанами не делают. Сейчас, секунду, сейчас я говорю про то, что когда название остается тем же, а культурно-бытовая область, она здесь другая. Даже национальная одежда греков, она совсем не похожа на греческую одежду, да? Или тоже те же монголы современные, да? То есть они на самом деле имеют намного меньше отношения к древним монголам, да? То есть сегодняшний холха монголы современные, намного меньше отношения, чем мы, современные казахи. Понятно, что в любом случае мы являемся другими культурно-бытовыми обществами, да? Но я хочу повторить, нельзя за этими названиями, да, видеть то же самое народ, если он уже потерял свой дух. У него возникла другая культурно-бытовая обществ. В этом отношении я говорю, коллеги, любой этнос, даже самый маленький, так называемый народ, в его основе лежит не антропологической природы и даже не кровнородственной. А именно культурно-бытовая обществ – это основа, это дух народа. И в этом отношении, когда мы говорим про национальную идею, мы должны иметь в виду, прежде всего, инстинктивную ценность всех представителей этого этноса. То есть это не то, что мы придумали, да, это не то, что мы говорим, это правильно, а давайте выберем вот эту отрасль или эту политику национальной идеи. Коллеги, эта национальная идея выбирает нас. Дело в том, что мы, как общество, существуем благодаря инстинктивно воспринимаемой всеми представителями этноса, да, эту как нормативную идею, причину и цель нашего сосуществования. И если мы перейдем к следующему слайду, то мы поймем, что национальная идея – это исторические функции, да, природного характера того или иного народа. То есть общество не существует абстрактно, как общечеловеческая ценность. У нас существует всегда в виде какого-то конкретного народа, конкретного этноса, да, и в этом отношении у народов есть свой природный характер, и у этого природного характера есть своя историческая функция, независимо от того, признаем мы ее или не признаем. И я считаю, это то, что скрывает у нас история. Это то, почему войны возможны. Ведь согласитесь, что народы порой иррационально воюют не только за ресурсы, да. То есть если бы речь на только ресурсы, то мы бы могли бы о них договориться. Проблема в том, что в этих конфликтах, в этих войнах, в которых порой люди, ну, группы целых, государства, народы исчезают, буквально в том числе слова, да, в память духа народа, да, то такое иррациональное поведение связано не только с ограниченностью ресурсов, но и с тем, что существуют культурные ценностные различия между людьми, которые очень трудно между собой согласовать, которые очень трудно поддаются количественным измерениям. Вот почему мы не сопротивляемся, да, призыву государства на войну. Потому что воевать целого народа заставить невозможно. Представляете, сколько людей с оружием, а у как, да? И кто их заставляет воевать? Какой аппарат это позволит? Это невозможно. Это проблема именно в том, что люди чувствуют, что они все же у нас инструменты истории, да, а не только ее творцы. Вот. И в этом отношении очень важно, имеет ли народ Казахстана, как не только титул этот национальный сказатель, общихражданскую национальную линию государства как образа жизни. То есть я говорил уже, что это возникает не только как этническое происхождение, но и, возможно, государство может создать новый этнос, да, как бы. И в этом отношении, не важно, как он будет называться, это нация казахстанской или казахской, главное, чтобы основная идея национального государства любого в мире, которое имело общий гражданский характер, потому что национальное государство, даже мононациональное государство Европы имеет именно общий гражданский характер. В этом отличие нации от национальности. И в этом отношении, как бы, конечно же, нельзя и забывать о том, что помимо общего гражданского характера нации, есть еще культура национальностей, которых это государство объединяет, в том числе и титульной национальности, и прежде всего титульной национальности, да. И если игнорировать, как это делали некоторые наши общественные и политологи, в частности, и глубоко уважаемый мой царский, как бы, почивший Влад Масанов, то он был абсолютным противником, в общем, учетом национальности в строительстве, как бы, нашей нации. Я считаю, что для системы подход правильный, потому что правильность уже другая, да, невозможно вендыгрывать национальности. Культура национальности, то есть этническое происхождение все равно существует независимо от того, как вы будете насильно внедрять общий гражданский и прочий характер. В этом отношении я считаю, что культурные элиты, которые представляют единый народ, именно народ в смысле гражданского населения, в самом широком смысле слова, да, а не просто какого-то этноса, да. Это очень важно, чтобы эти культурные виды, в любом случае, будут рефлексировать свою единую культуру, да, и ее привносить в общее богатство общегражданской нации. То есть я хотел подчеркнуть, ну, вот такое простое, если про себя числа, что национальность существует, к сожалению, сегодня в русском языке, да, в двух смыслах как истинское происхождение и как гражданское. Вот. В этом смысле, повторюсь, нельзя игнорировать национальности с их единической культурой, это очень важно. Но в то же время нельзя игнорировать и нацию с их общечеловеческой культурой. Я считаю, что если существует глобализация, а она, конечно, есть, да, и она существует именно как глобальное накопление информации, этот процесс, он представляет собой интеграцию именно организации разнообразия. Однородность не интегрируется. Вообще однородные какие-либо множества в любых системах, в том числе их живых, социальных, да, это просто, они расплодаются на множество, на абстрактные, которые в реальном мире существуют. Все существует в этом мире, существует системно, и в этом отношение этническое разнообразие, происхождение национальности, которое обвиняет государство, является важным богатством этой нации. И если мы, казахстанская или казахская нация, не будем иметь этого своего своеобразия, это уникальность, то мы не будем интегрированы в глобальное информационное сообщество, потому что в данном случае мы просто пропадем, как нация, как включающаяся множество национальностей, и глобализация казахов, если мы будем закрыты глобализацией таковой войны, не будем интегрироваться, да, но у нас глобализация сметет просто политическую нацию, то есть этнос, который имеет собственное государство. И в этом отношении, как бы, открытость казахов, ну, казахстанцам, остальным, красивеньким, как ближайшим соседям, с которым мы имеем около 7 тысяч километров границы, да, к миру в целом, да, является важнейшим условием выживания и развития нашей нации. Потому что закрытых систем в этом мире не существует. И казахи, какие-то у меня национальности, если хотят сохранить свое национальное государство, должны этот момент учитывать. Потому что другого государства казахов в мире нет. Но, если привести их национальности, да, и то, если эта глобализация будет уничтожать уникальность нашей, как бы, как бы, нации под эгидной титурой национальности, то в данном случае я хочу отчетку приспозиться, что потеря казахского языка, это потеря не только для казахов или казахстанцев, но это потеря для всего человечества. Почему? Потому что это неизначальное на уровне своего разнородного происхождения, на уровне национальности, и, конечно, на уровне интеграции все граждан единый народ и нацию. Когда-нибудь в национальности мы будем иметь только гражданство. Но пока, я считаю, игнорировать национальности, делать лишь свободы и их нет, это неправильно. То есть в этом отношении есть и титульная национальности, и другие национальности, и мы должны найти такое своеобразие титульной национальности, да, которое было бы общечеловечным и соответствовало бы всем другим чаяниям других национальностей. Могут ли стать казахи политической нацией, то есть единым народом Казахстана, а не этнократической нацией? То есть, по сути дела, как и вы, национальности, не существовали, да. И я считаю, что есть, и любые исследователи в этом вопросе набывают нас на то, что индивидуальная открытость, в том числе и толерантность, ну не только, да, является феноменом склуба казахской ментальности. И в этом отношении часто люди казахи с азиатами, с восточными людьми, да, вынуждены разочаровать, но историческая реальность такого и не является. То есть казахи никогда не носили ни баранжи, ни хижагов. Почему я говорю про Казахстан? Потому что, прежде всего, чем измеряется, да, как бы открытость, да, прежде всего, к самому первому разделению, да, этих людей на пол. В этом отношении они даже защищали очаг от врагов, ну, и обязаны были это делать, да. У них даже имели, они даже имели свои собственные печати при живом муже, да, если они представляли степную власть. Это очень редкие, по сути дела, уникальные явления в истории человеческой. Да, и в этом отношении, если вы вспомните народные сказки, игры казахи, да, но надо честно признаться, они же полны откровенных сексуальных мотивов. Да, красиво. Ну, например, играв «Найди косточку», да, бакси, да. То есть, и таких игр полно, но я почему говорю именно это, потому что в этих, знаете, вопросы сексуальных, прежде всего, те вопросы, которых мы закрываемся, прежде всего, да, как бы там, да. Но я скажу, что традиционно народный сказатель не совсем был традиционный. То есть, в этом отношении она продлинулась намного дальше и даже современных народов, для которых эти вопросы по-прежнему являются табу, да. А у нас в сказках сами были заложены все эти мотивы, да, явно сексуального характера. Шедевры казахской музыки и песен, они, ну, явно не по-азиатские, раскатистые и разгонные. Они не скрываются без той восточной переливности, которую мы видим, ну, на Дальнем Востоке, да, или даже на Ближнем Востоке, да, даже в Средней Азии мы все чувствуем эти восточные переливы, да, как бы, пиктограммы, да, отличные, да. То есть в данном отношении, послушайте, вырубала чисто народная песня, да, и многие другие народные песни казах, но они точно не являются восточными и азиатскими. Вот, и главное, в Казахстане никогда не было рабства в том, в общепринятом понимании, премиозаправном, классическое рабство, да, или в восточном, да, то есть такое патроникально-анисматическое государство типа египетской машинерии и прочих-прочих государств Востока, да. Но самое интересное, что в государстве, вернее, в нашей стране, в Казахстане, да, не было даже феодализма. То есть так называемый, почему феодализм, который все видят, как притчи в языцах стало, я все повторяю, не имеет, по слову, никаких исторических, там, посрочников, оснований, да, и гипотеза, о чём он феодализм и казахстан, да, она возникла на основе изучения именно одного, как бы, явления киргизского родоприменного опыта. И в этом отношении почему-то важно, потому что все эти формы общественно-феодализма, в их основе лежит личная зависимость людей, в то время как таковой, даже то, что у нас называется, там, фулсикер, допустим, там, или куллайкун. На самом деле это было в нашем понимании рабском, в многом понимании вообще принято. То есть у казахстан считалось, что если кто-то избрал себе в качестве природного господина такой-то там роды человека, да, то он должен кочевать на системе. Этим все не ограничивается, то есть он не свободен в этом смысле, он враг. Но на самом деле это было очень сложно, потому что если он не мог откочевать, и не хотел откочевать, как правило, то именно в этом смысле, в плане того, что он его личного выбора, его называли несвободным человеком, но не в том общем принятом смысле, где заставляет этот человек работать бесплатно и очень много чего такого, да. То есть я считаю, что здесь нужно более внимательно начать все исторические факты и не поднести к этому. Почему я просто это рассказываю? Потому что сегодня мы имеем в мире очень важный большой кризис духовный, глобальный. Почему? Потому что на наших глазах информационные технологии настолько сильно развились, да, и мы имеем дело уже с реальными информационной революциями. То есть информационно-технологически мы стали совсем другим обществом. На наших глазах проявляется глобальное информационное общество. Но культура наша осталась по-прежнему индустриальной. Ведь возьмите тот же пример с Викиликсом. Откуда вся эта проблема? Это же яркий пример того, что правительство, даже люди, даже на уровне правительства считают, что они могут по-прежнему брать или быть неискрими, да. То есть двуличными лицемерными, да. В то время как информационные технологии уже все сделали настолько возрастно, что сегодня, ну чтобы нам успешить, нам действительно нужно либо быть совсем профессиональными, чтобы ведь иевата и в эвфемизмах выражать то, что ты хочешь выразить, да. Либо же быть кристально чистым, милиционерным, да, чтобы быть успешным, да, эвакуировать на уровне личности товары, предприятия, финансы, да. В этом отношении, как ясно писал, что Запад испытывает большой духовный кризис, потому что умерется закрытой свободой. Если мы возьмем развитие свободы в мире, да, то мы видим, что в основном взявалась до последнего времени свобода именно закрытая, как privacy. То есть на Западе даже буквально называют близкие отношения close, то есть закрытыми, да. И как бы распространяют принцип закрытой свободы, то есть свободы от чего-то. То есть это та часть твоей жизни, которая не подвержена публичному там обсуждению, да, или вмешательству там, да. То есть никому не должен быть этого делать, это очень важный момент, да. И здесь, конечно же, это правильно. Без открытой свободы не будет никакой другой свободы, да. Но это необходимо что-то, но оно недостаточно. Сегодня, чтобы информационные технологии действительно стали движителем развития человечества, необходимо их обеспечить информационной культурой. То есть люди должны технологически стать открытыми, свободными, чтобы действительно понимать уже реальность информационной революции. И в этом отношении принцип открытой свободы, то есть свободы для, а не от чего-то, да, я считаю, в казахах очень сильная разница, да. И ни запад, ни тем более восток сегодня не могут перейти в информационное общество без тех катаклизм, которые мы сегодня все видим, да. Почему? Потому что без открытия этого правеса всему миру невозможно перейти из индустриального общества в информационное общество, да. Потому что нет такого архетипа в поведении ни западных, ни восточных народов, да, а вот казахи, как этнос, если такое империористское общество, они такой архетип информационной культуры в своей этнической культуре имеют. То есть в данном случае я говорю про казачество как этнический архетип информационной культуры. Может, прошу вас, ну, не как бы, не кукайтесь, буквально в условии, буквально в смысле, казачество. Да, и в этом отношении не случайно, что на нашем оригинальном языке, на казахском, да, слово «казак» уже как «казак». И оно в буквальном смысле генетично как бы русскому слову «казак». Это не случайно. Какими бы ни были казахи разные в антропологическом и генетичном смысле, все они индивидуально открыты. И их личная свобода открыта для общения и для общества. И напомню про феномен батырства, да, который выражает характерную суть казахов, да. Батыр – это венец казакования. Степной рицик, буквально, если переводить. Поэт-любовник. Национальный герой неподвастный даже ганн. И это было не единственное явление казачества. Батыр – это, собственно, все было высшая стадия казакования. До него существовали различные стадии, начиная с жителей тогда, проходя через такие здравствующие эфьи виды, как сал, сере, выразличный клавер-жан сал, пра-аканс сере. Я рекомендую вам посмотреть, если не книги, по крайней мере, посмотреть фильмы эти. Это просто очень интересные феномены культурные. И казах всегда отначал статус свободного состояния человека, то есть длинные воли, воина-добытчика, кочующего сам по себе, отдельно от родных премий. И это имеет не только чисто культурное ботовоство, но и экономическое. То есть казачество является высшей стадией нормандизма после постпушества и террорно-кулинового кочевания, потому что это аульный способ кочевания, то есть байский. Следующий слайд, пожалуйста. Истинная суть казахского характера не социально-политической свободы, а именно психологической свободы. Мы сейчас имеем дело с новой историей развития свободы, именно с внутренней свободой человека, когда личность открывает себя и всеми обществу. И в горе и в радости казахи почитают за грех, скрывают свои чувства и пытают приобщить к нему весь мир. И в это отсюда и будет странное обычное сопреживание, которое по роли сегодня выхвачено и экзактировано, но именно в них духовная основа образования информационной личности. В этом смысле Казахстан, я считаю, переполнен духовным утомлением в процессе своего глобального позиционирования и самосознания, и является новым регионом, я считаю, со своей совершенно новой идеологией. И в этом отношении надо признать, что народ Казахстана, именно как гражданское население и все, оно в целом является основой казахской нации. В этом отношении национальное государство казахов, надо признать, интегрировалось уже в русскоязычное пространство, в русскоязычные коммуникации. Казахи уже осваивают многоязычное глобальное пространство. И здесь не дожил вопрос, как бы не потерять казахстан, а не то, что надо было внедрить насильно или придумывать его. И в этом отношении к казахскому языку необходимо культурное возрождение через пропаганду, народу, творческое искусство. Только после этого, когда возникнет коллективное творчество масс, только после этого, возможно, будет лучше техническая, административно-правовая модернизация языка. А придумывание и административное насаждение казахского языка только препятствует этому глубокому процессу выживания и развития казахского языка. Одним словом, чтобы сохранить элиту и культуру, титул национальности казахов, надо стать политически общегражданской нацией. То есть и Казахстан для казахов, только для казахов, это на самом деле мракопестная идея, которая противоречит национальной идее казахов. И в этом отношении я считаю, что когда-нибудь, благодаря национальным делям, которые здесь сложены, мы добьемся отождественных понятий «казахстанец-казах», по примеру, европейских стран. А пока заключение термина «казахстанская нация» в любом формате, я считаю, является серьезнейшей ошибкой и исторической, и политической. И чтобы не говорить, что это все голословно, прошу ответить на последний слайд. В казахском языке зашифрован миф о том, что казахи и сыны союза Аллаш. То есть на самом деле Аллаш – это альтернативное название слова «казак». И в кратком разложении Чукана Малихана этот мир звучит так, что три сотни, отсюда, кстати, джузли, разнородных казаков-разбойников, осознав свою природу греховного человека и необходимость подчинения единому управлению, пригласили на хамское атаманство некого пегого, перстого, якобы прокаженного старца-четленца по имени Аллаш. Благодаря его мудрости этот казачий союз Аллаш состоялся на века и прерастало это все с другими грецами, ищущими свободы и веселья. И в этом отношении я надеждаю на то, что простые казахи, казахскоговорящие, понимают национальное значение как русского языка, так и жало казаков, которые любят Казахстан и готовы многое сделать для того, чтобы создать общеказанскую нацию под виды титульной национальности. Осталось теперь, чтобы и все старые национальности, а не только жало казахи, захотели бы гордиться названием «казак» не из-под палки, и только тогда казахстанскую нацию смело можем называть «казахской». И пора вернуть русскую и английскую транскрипцию нашей страны и ее исконное написание «казак Казахстан». И в этом отношении, чтобы не было удивления по поводу русских казаков, ударение на последний слов касательно, то на самом деле русские казахи были в свое время неотъемлемой частью всего народа из конкурсов тюркских казаков, ударение на второй слов. Мы, казахи, личностно открыты, потому что сильны духом Алаша, и наша национальность должна стать нацией, чтобы быть информационным обществом. И последний слайд я хотел бы привести в эпиграф Эмерсона о том, что у иных цивилизаций, включая нашу, случается такой момент истины, когда они начинают понимать, что богатство и власть, которыми они владеют, значит меньше, чем вдохновляющая идея, которая владеет ими. Спасибо большое. Есть вопросы? Есть вопросы? Свет, может, давайте, пожалуйста. Ну, во-первых, спасибо большое за такой экскурс, понимая, что архетипы ценности и убеждения определяют новую казахскую, казахстанскую, ну, я не знаю, не нацию, наверное, с большим удовольствием. Осознав архетипы, которые вы сказали, осознанно на уровне ценности и убеждения, мне нравится, не знаю, как другим девушкам, толерантность, сексуальность, то, что вы назвали, отсутствие внутреннего рабства и психологическая независимость. Если все эти, взятые вами из архетипических образов, ценности и убеждения, войдут в национальную идею, с удовольствием к этому присоединюсь, смотрю, вот остальные улыбаются, может быть, тоже. Но все-таки вы сказали, что очень важно выделить, почувствовать ту идею, которая выбирает нас. Это очень важно. Мы всегда обсуждаем, что же такое национальная идея. Но вот как вы интуитивно почувствовали, может быть, или как ученый, как бизнесмен, поняли ее, там, стратегически вычислили, какая это, хотя бы, ну, не знаю, понимая, что-то не сформулированное как миссия 3-4 предложения, или одно, как у америкосов, с которым мы понимаем, вдруг есть национальная идея, да? Россияне так и не могут с этим разобраться. И если мы, как казахстанская нация, вдруг разберемся, первые на территории СНГ, ну, вот, может быть, при помощи ваших каких-то идей, ну, это здорово. Может быть, как-то присоединится? Ну, чтобы сформулировать кратко, да, я, кстати, хотел сказать, что в нашем фонде есть не только проблемы, если мы будем на дирекции, да, но и по общественному совету. Я бы хотел бы оговориться отдельно, что по общественному совету не является как бы правлением и спутной дирекцией, поэтому это не из точки зрения по общественному совету, да, чтобы мы понимали, что нельзя всех тех, кто в нашем соцсети, что все разделяют только те точки зрения, да? Поэтому это, с точки зрения, именно не вражает точки зрения по общественному совету. И если говорить кратко, то в данном случае, если мы говорим про национальные свойства, то мы говорим про индивидуальную открытость к конкуренции в экономике, в культуре, в политике, да, потому что очень важно, чтобы нация, да, в каждом посредине, был готов к индивидуальной конкуренции, да, к мирному, да, борению, а не к решению всех проблем на уровне группового, да, когда стоят эти конфликты, которые не имеют возможности решиться посредством конкуренции. Вот это, по сути, национальное свойство. Но что касается национальной миссии, которая вытекает от этого свойства, да, я считаю, что мы, казахстанская нация, да, я не поверю себя по слову нация, потому что, в принципе, все общеприкинг, если она имеет в виду условия и государства, да, народ, государство, да, в этом отношении я считаю, что это быть информационным обществом, дать миру этнический образец информационной культуры. Вот в чем есть. Вот это вопрос. Добро пожаловать. Спасибо большое. Еще один вопрос. У нас просто до обеда, ну, два ладно, до обеда еще один выступающий как минимум должен. Пожалуйста, ответьте вопрос. Либо голодные. Извините, пожалуйста, я сейчас по очереди даю. Ну, если бы там время было, потом нам бы третье. Хорошо. Затем. 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 Я второй раз слушаю канал Тридича. И вот все-таки включенным фактором конкурентоспособности, от которых сегодня заявлена тема форума, да, вот национальные идеи, название Казахстана – это все вопросы референдума. Это вопросы политики. И если созрела критическая масса людей, которые, ну, как бы считают я, если сообразно, ну, поменять название, там, Ленинграда на Санкт-Петербург, может быть, на Петроград. В чем вопрос? Вопрос в следующем. Значит, какая разница господину, который возглавляет компанию ЭПО, или господину, который возглавляет компанию Самсунг, интегрировать, ну, тех казахстанцев, которые получили нужные компетенции на уровень президентов и компаний, и уровень цивилизационного проекта, и уровень корпоративного проекта. Что на сегодняшний день выше? Мы не конкурируем на сегодняшний день, как цивилизация. Мы сегодня конкурируем на уровне глобальной корпорации, который наших детей… Владимир, вопрос, вопрос! Что выше? Проекты и программы национального уровня, либо проекты и программы корпорации, которые в программе… Спасибо. Понятно, понятно. Вопрос принят. Вопрос понятен. В докладе был ответ. Однозначно, конкуренция государства, то есть нации, в смысле цивилизационного уровня, он выше и более всеобщий, более фундаментальный, чем конкуренция корпораций. При всем моем окружении транснациональной корпорации, все равно государственные границы, да и общество социальное, никто еще не отменял. Заин, пожалуйста. У меня такой вопрос очень практичный. Что это дает для открытости, что это означает для конкуренной способности? Хорошо, мы говорим, что национальная идея, там веки были одни, а сейчас веки другие. И я хочу сказать японцам, что национальную идею можно сменить. Японцы сказали, да, мы там всю жизнь занимались, стояли по колено в Рисе и занимались там тем-то, тем-то. Но мы сказали, сейчас мы занимаемся качеством и производительностью, и это совершенно новая нация. Поэтому мне кажется, что может ли это устареть национальная идея и можно ли ее сменить? Если мы сменим ее на ту же производительность, то может быть Казахстан в этом случае, у него есть шанс куда-то выдвинуться и выступить. То есть вот что дает идея казачества, кочевничества, аномодизма? Может быть путешествуя по миру мы станем там богаче, да, допустим. Либо, ну тот же Китай, посмотрите, они создали миллиард сто рабочих мест за пределами Китая. А что мы можем сделать за пределами Казахстана? Значит, во-первых, как бы сменить национальную идею. Мы сами не можем, у нас и мама может смениться, да. Но мы при этом можем потерпеть большие этапы и решения. Когда что-то природное игнорируется, да, это всегда чревато какими-то последствиями, это раз. Второй момент, когда вы говорите про Японию, да, в целом, не забывайте, что, конечно же, там они самураи сегодня, да, но дух японского народа, допустим, да, он отражается вот на всех уровнях, да, конкуренции. В предприятиях, товарах, людей, да, и в этом вы даже не говорите, что дает нам национальные идеи, коллеги? Извините меня, начиная с уровня государства и заканчивая уровнем простого рабочего, который стоит у станка, да, одно понимание того, что он является частью единой нации казахской, да, повышает уровень его вовлеченности в процесс. Одно дело, делать свои действия неосмысленно, да, и другое дело, когда ты делаешь, что это осмысленно, да, и что бы ты ни делаешь, ты делаешь, что ты как представитель нации единой, да, и это немаловажно. Сегодня всем известно, что сегодня в этом последовательном году в три раза увеличилась миграция наиболь застоятельных казахов, да, в России, да. Почему? Я считаю, что это не из-за того, что люди перестали понимать, в чем суть этого общества, куда оно ведет. Спасибо. Мы говорим о духе, но не национальной идее. А это есть дух? Идея. Вокруг чего, я тоже, вот знаете, на самом деле, Зарин, я вот знаете, как понимаю, что дух, то он откуда-то должен браться. То есть что-то должно человека сподвигать, правильно я понимаю? Да. Поэтому энергетика там своеобразная, скажем так. Дух? Сама по себе коллега. А национальная идея? Коллега, не существует духа абстрактного. Дух всегда в какой-то идее. Идея – это духовное явление, да. И в этом отношении идея, которое дает тайм, эта идея, является огромным источником энергии для всей нации. Пожалуйста. Вы cada раз? Мы все знаем об аимов на байвах. Мы лет 100 назад он написал соревновательные данные слова. С тех пор. Что изменилось у нас по нации? Мы выше стали временем, так и остались. Коллеги, я считаю... Сейчас прям можно прочитать, как вот он вчера написал. Да, согласен. Коллеги, очень много что изменилось со времен Абая, коллеги. Дух Алаша и казачество ушли в прошлое. Я не призываю вас... казачество. Или не призываю вас говорить как дух Алаша. Они есть. Просто просто их использовать, а не игнорировать их. Это раз. Мы сильно изменились. Мы даже стали большей частью русскоязычных, надо честно признать. То есть, если брать не годовой язык, а именно во всех отношениях эмоционально, то очень мало населения, даже гаданскоязычное, говорит действительно на гадансском языке. Это раз. Второй момент, мы сильно деформировались. Наш образ казачий, он сильно деформировался под влиянием советского образа жизни. В курсе казахстанской трагедии, да? Когда выкорчевывался этот образ жизни, по сути, не говорят, двух третьих населения, по театру осталось. Ну, не тот, а по театру осталось. Ну, не тот, а по театру осталось. Нет, я вопрос, помню, пока доскрываю. Помню, если вы говорите, банк, балл, инвесанток, гейботов. То есть, доходы обезвезти, всю скотину продал и стал судьей. Какие идеи? В любом изменился. Коллеги, в любом народе есть свои отрицательные черты. В любом народе есть. Я скажу, но эти отрицательные черты, которые вы назвали, они, на самом деле, более поздние наслоения. Это влияние и Российской империи, и Советского Союза, да? И много. Нет, нет, я не слышу, все пропало. Там было много чего хорошего. Но я призываю к тому, что есть много чего плохого и хорошего. Давайте выберем хорошую цену влияния, и так не будем его поддерживать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.